Вы знаете, я стараюсь серьезно относиться к той информации, которой с вами делюсь, о чем-то рассказываю и различные варианты моего подхода к этому вопросу или к этой теме, правильно бы сказать. Например, я рассказывал о Лицее и в том числе там упомянул Савелия Краморова. Я о нем на передаче от друзей актеров слышал, что жена говорила ему, чтобы он таксовал. Вот такую информацию я слышал, но толком, чтобы где-то она была написана, такого я посмотрел, нет. И вот подписчик справедливо заметил, что какая-то недостоверная информация, тем более, что я сослался на то, что это случилось с Краморовым в Америке. А насколько я почитал, наоборот, в Америке у него там более-менее дела нормально были. Это ненормальная была жизнь у него, то есть тяжелая, до того, как он эмигрировал в Америку. То есть вот, скорее всего, что-то там такое было. Но так как было сказано, а я ничего не нашел, кроме вот таких вот своих слов, я, значит, встал ночью, чтобы, знаете, спокойно спать. Нашел это место, удалил его, то есть я по новой перезалил видео. Почему я это еще сделал? Потому что, что касается моей собственной персоны, постоянно идут какие-то враки, какие-то, знаете, вот такие вот непонятные разговоры, которые не имеют ничего общего со мной. Так что я прошу извинения. Вот изложил, что там было. А теперь далее. Далее вот следующая такая вот информация. Я там где-то рассказывал, ага, прогулка, о том, что раньше врачи, раньше врачи, они лечились с помощью заговоров. И говорить раньше, это сейчас говорить, а тогда это считалось врать. То есть человек разговаривает с вами, значит, он врет. Сейчас слово врет означает то, что человек говорит вам неправду. А вот тогда это было так, что просто существовало это слово. Либо там глаголить, насколько я так сейчас понимаю, либо врать, что примерно однозначно. Ну вот мне как раз Алекс сказал, врать никогда не означало говорить. И он это взял, вот как раз дает мне эту ссылочку, откуда он это взял. Но дело в том, что я в свое время впервые услышал от одного такого человека, к которому я относился уважительно, что вот врач произошло от слова врать. Причем в таком отрицательном значении, что не лечит, то вот наврет там, наговорит кучу неправды, несоответствий, и вместо лечения получается ерунда. Вот это как-то меня несколько, ну, будем говорить, покорубило. Вот, но в памяти осталось. Столкнулся с этим, что врать, оказывается, говорить. И, ну, допустим, в древности, когда-то, когда-то, в глубокой древности, лечили с помощью слова. Как уже они это говорили, неважно там, ну, грубо говоря, громко говорили, говорили так, как я с вами общаюсь. Либо же это был специальный шепоток, который воздействовал как раз на тонкие тела, там, где имелись корни болезни, и именно там шло исцеление. То есть это такая интересная вещь. Ну вот, Алекс, значит, взял, взял вот ссылочку и сказал, что врать это, значит, не означало говорить. Но я-то нашел в том же интернете, мне было интересно, я посмотрел. И вот, смотрите, если посмотреть тот же Викиславаль, то там, значит, говорится следующее. По одной гипотезе из православного врата, сюда же врач, то есть, видите, не я это говорю один, а вот говорят, так сказать, другие, значит, сторонники этой гипотезы предполагают родство с древнегреческим, там, оратор, скажу, откуда человек, который говорит не то, что думает. И там пошел натышское, так далее. Можете даже почитать это, что я говорю. По другой гипотезе, то есть, куча гипотез, ввиду того, что слово врать только великорусское, предполагается на образование от основы. Вретье, вроде как кипеть, говорить чепуху. Далее, также производят врать из-за завертей, там, завора, там, что-то там плести, сплетни. И сторонники, значит, последних гипотез отрицают связь со словом врач. Ну, это так. Там, короче, очень много различных там гипотез и так далее. И вот, смотрите, у меня такая книга, я специально приобрел для того, чтобы как-то, в случае чего, мне было самому себе разъяснить, что это такое. Это дали толковые слова живого великорусского языка. И вот тут как раз на врать. Я там смотрел, смотрел врать, куча всего. И вот тут, значит, враль, врала. Потом, интересно, сибирский. Врач, врачун. То есть уже похоже. Значит, слово врать как бы трансформировалось. Вот такие вещи. И тут же что означает? Это лгун, обманщик. Кто лжет, врет, обманывает. Говорит неправду. Далее идут следующее значение слова врать. Это, значит, говорун, рассказчик, забавный пустослов, шутник, балагу. И в то же время дальше мы смотрим. Вот есть такое, как бы сказать, от слова врать происходит врек слово. Что означает? Сглаз, порча, урок, болезнь, порог, бедствие от напуска, от злаза. То есть не так-то все просто обстоит. Дело со словами. И я стараюсь, знаете, по крайней мере, вот можно другому человеку рассказать все, что угодно. Но я стараюсь, что касается там здоровья, это в первую очередь применять к себе. Видите, я как-то не на все там реагирую, что касается здоровья. У меня там свое в голове, свое, значит, в голове. И я стараюсь то, что у меня в голове, для себя досконально сначала понять, а потом действовать. И эту тему, со словом там врать, я считаю закрытой. Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления. А также разработать свою собственную систему оздоровления. И что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Когда вы даете свои отзывы, масса очень интересной и полезной информации. Читайте, кто как умудрился оздоровиться. Очень полезный опыт. А вот есть такие вещи, вернее, такие сообщения. Здравствуйте. А как делать чистки и чем? Подскажите. Далее. А как называется видеоролик? Ответьте, пожалуйста. Очень надо. Ну так ищите. Очень надо. Я ответил. Смотрите и читайте. Все уже давно изложено для вас. Уже дело идет к 1700 видосам. Здесь можно найти ответы на разные темы. Тем более библиотека бесплатная. Зашли, почитали. Я уже говорил, что к знаниям надо стремиться. А я вот, что хочу рассказать. Что касается очищения. Вот, значит, рекомендую там, ага, такие виды очищения. Там, якобы, там недельку, там, ну, в основном недельку. Две недели уже там никто особо поменять не будет. Различные средства, там, какие-то ацербенты, там, ну, будем говорить, какие-то, возможно, там, омывающие там жидкости, допустим, во время клизмения, во время еще чего-то, еще чего-то. И, якобы, они приносят, приносят такой, какой-то, знаете, потрясающий эффект. Я, со своего собственного опыта, что я делаю? Я постоянно слежу за работой своего организма. А именно, помимо всего прочего, что у меня там, какие ощущения в глазах там имеются? То есть, имеется вот это вот, как будто песок туда насыпан или нет? Значит, имеется, будем говорить, какое-то там жжение в мочевом канале, там, или нет? Допустим, стул и прочее-прочее, язык, там, самочувствие, насколько там сила. То есть, я, что мне снится? Я постоянно отслеживаю вот эти вот разного рода изменения. Значит, что я делал в последнее время? Вот тмин, семена тмина, я по 1,4 где-то чайной ложечки с утра принимаю. Вот, как я тогда еще говорил, что я их принимаю, до сих пор я их и принимаю. Далее, я, можно так сказать, увлекся керосином. То есть, вот этим вот тадикампом. Я его применял с утра. Я уже так беру флакончик. Флакончик примерно вот такой вот. Отвенчиваю пробочку. Ну и, чтобы ничего не мочить, чтобы ничего не было, только чуть-чуть отхлебнул. Но это примерно, наверное, будет 1,4, 1,3 чайной ложки. Отхлебнул. Потом беру конфетки сосательные. Пососал, чтобы слюна все это смыла и ушла. И я стал сделать это на ночь. Значит, что там жена заметила? Она заметила, что, говорит, вот что-то, даже когда я, в смысле, в течение дня не употребляю керосин, говорит, у тебя, от тебя уже начинает идти запах керосиновый, когда сблизи там нюхаешь. Вот, то есть, как я вам говорил, произошло вот такое, будем говорить, промасливание тела керосином. А до этого я вам рассказывал, что вот дерево упало в лесу, и буквально-таки за год, за два, за три оно сгниет. То есть, его сожрут грибки. И то же дерево, если из него сделали шпалу и пропитали, эту шпалу уложили в землю, соприкасается со всеми микробами, там, грибками и прочими, значит, негативными вещами, тем не менее, она лежит десятилетиями. То есть, вот такая вот вещь интересная. И я, используя этот феномен, начал, значит, себя пропитывать. И вот теперь вернемся к чисткам. Вот, допустим, я там, ну, применяю какую-нибудь там чисточку, если говорить о чистках, которая, проходя по полости кишечника, вот, а тут какая-то, допустим, у меня плесень наросла, или еще какая-то, ну, будем говорить, колония грибков, там, микробов, оно просто-напросто образует с поверхностью кишечника нечто, что-то общее. И вот это вот все тут прокатывается по ней, там, вот вы делаете клейзму, шанфакшалану, или еще что-то, ну и что? Оно вот так вот проросло своими корнями в организм. И отсюда только посасывает и развивается. И я к чему веду? Я веду к тому, что у меня был как-то несколько недопонят механизм нормализации внутренней среды, особенно это происходило на голоде, когда среда внутри организма становится такой, что вот эти вот корни перестают питаться. И я видел, что там на 30-е, там, и 40-е сутки с меня отходят какие-то там колонии, каких-то непонятных там водорослей. То есть это как раз вот этот вот феномен, когда весь организм становится враждебным всему чужеродному и ненужному, что имеется в организме. И что, естественно, нас потребляет. То есть вот этим микропаразитам грибкам, там, колониам микробов. И они начинают оттараться. То есть ты ничего не делаешь. Ты голодаешь, делаешь клизму, увидишь, вываливаются какие-то водоросли бурые. И вот этот вот феномен стал проявляться и сейчас. И у меня вот как раз возникла мысль, что там происходит. То есть у меня какие-то небольшие там боли имеются там вокруг пупка. То есть там, где самая вот эта вот гнездница разного рода зараза, и которую очень трудно взять. Ни отсюда, ни оттуда. Она где-то посредине, ничего особо не доходит. И я вот, значит, вот этот вот керосинчик потребляю, потребляю, и происходит накопление, промасливание, пропитывание моего всего тела вот этими вот вещами керосина. И в итоге, в итоге, вот эта вот ерунда, которая питается из организма, то есть она находится в полости кишечника сама, проросла туда в стенку и нормальненько там питается и ей очень хорошо. А тут получается, что керосин там циркулирует постоянно по крови, всасывается, накапливается, и, естественно, ей это не нравится. То есть создались такие условия для ее отторжения. И я вот вроде бы ничего не делал, так смотрю, что-то с меня такое вышло. Непонятно, я думаю, почему это, как бы сказать, было. Потом еще там она вышла, то есть следом только она пошла. И вот здесь, это я уже рассуждаю для себя, на правильном ты пути или нет. То есть такие какие-то микродозы, которые безвредны для организма, но крайне губительны для всех этих грибков, для всех этих бактериальных паразитов. И тогда создается в организме душняк и не начинает сами отходить вон. Вы чувствуете, значит, что там? Ага, прилив сил. Я ж не зря занимаюсь силовыми видами спорта, чтобы увидеть, как это идет. Ага, какие-то другие улучшения. Ага, еще что-то идет. Еще что-то идет. Вот таким наблюдением я и поделился с вами. Хотя начали мы беседу с того, что как надо относиться к информации. И будем говорить, кому следует вообще доверять. Вот тем каким-то быстрым методам, которые тут говорят, да, вы сделаете то, вы сделаете это, вы сделаете пятое, десятое. Такие будете либо же, либо же над организмом действительно надо поработать, надо создать такие условия, чтобы не просто очищение от каких-то там каловых нос произошло, а именно от накипи. Не все вещества подходят для того, чтобы отодрать накипь, которая уже срослась со стенкой кишечника, с протоками. Это уже совсем иные вещи. Ну, дальше я распространяться не буду, хотя есть средства, которые накипь прекрасно удаляют. И есть, вот насколько я теперь понимаю, другие средства, которые создают, помимо голода, условия, которых начинает не выдерживать вот эта вся условно-болезнетворная микрофлора и выходить. И освобождаясь от этой всей обузы, вы становитесь более жизнеспособны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!